Всем народом лечим наших детей. Российский фонд помощи Русфонд. Помогаем помогать. Помогать слабым. Давать надежду тем, у кого опускаются руки. Вместе бороться за каждую жизнь. В 2014 году, после присоединения Крыма к Российской Федерации, на полуострове начал работу Российский фонд помощи. На сегодня один из крупнейших благотворительных фондов России. За время работы фонда в Крыму совместно с нашим каналом мы еженедельно рассказываем в эфире истории тех, кому нужна помощь. Дети и родители, у которых осталась только надежда. Мы рады сообщить, что на 1 мая этого года смогли помочь 71 ребенку. Всего для них требовалось собрать 11 миллионов 448 тысяч рублей. В Крыму с вашей помощью было собрано 6 миллионов 27 тысяч рублей. Недостающую сумму на лечение крымских детей 5 миллионов 420 тысяч внес Российский фонд помощи. Сегодня в программе мы вспомним лишь часть уже счастливых историй тех, кому помогли. И расскажем, с чего все начиналось. Мы рады сообщить, что с вашей помощью удалось помочь Вике Лишенко из Черноморского. Девочке 15 лет, 9 из которых она вместе с мамой борется с сахарным диабетом первого типа. Напомним ее историю. Ничего как бы не предвещало. Она резко, можно так сказать, она угасла. Буквально за две недели она начала терять вес. И потом в результате мы попали в реанимацию. То есть она даже ходить не могла уже. Она ночь целую пролежала в реанимации. Потом нас утром наскоро из Евпатории отправили на Симферополь. Уже в третью детскую поликлинику. В семье никто не знал, что такое сахарный диабет. Никто из родственников не болел. Почему это случилось с Викой, ее мама не может понять и сейчас. Я вообще не представляла, как я буду жить с ней, когда я выйду из больницы. Я две недели эти проплакала, пока мы там лежали, конечно же. Потому что, как и все, я знала о сахарном диабете. Только то, что нельзя сладкого. Ну нельзя, да и нельзя. А оказалось, все намного сложнее. Вике было 6 лет, когда все изменилось. Полностью перестроить всю жизнь. Режим питания, привыкнуть к графику уколов, измерений сахара в крови. Научиться жить с сахарным диабетом. Ну, мы теперь живем с сахарным диабетом. Это уже стал наш стиль жизни, так сказать. Сахар в крови, он как ржавчина. То есть страдают сразу все органы. И глазки, и печень, и почки, и сосуды сами, и нервы. Несмотря на диагноз и постоянные скачки сахара, Вика не бросила школу, не перестала рисовать. Она старается жить нормальной жизнью. Не обращая просто на это как-то особого внимания, ну, не считая, что это именно такой огромной болезнью, потому что я уже ничего не умею. В подтверждении со словами «я все равно рисую, скачет сахар или нет», она показывает свои работы. Вика старается не пропускать ни одного занятия в изо-студии. Она позитивный человечек. Она как бы особо не обращает внимания на эту болезнь. Она живет, как и жила. То есть она ходит в школу, она ходит в изо-студию, она занимается рисованием, она рукодельничает, она там то вышивает бисером, то вышивает крестиком, то всякие ободочки, цветочки лепит. Ну, в будущем мечтает стать архитектором или ландшафтным дизайнером, или, может быть, дизайнером помещений. Без права на боли сомнения она каждый раз своей жизнью показывает, что сахарный диабет не приговор. Я считаю, что даже если болеешь сахарным диабетом, то не значит, что уже как бы жизнь кончена. Ты можешь дальше просто жить, только ограничивать себя чем-то и все. Благодаря всем неравнодушным мы смогли помочь Лере Конюк и Никите Каташонову. Девочке будет установлена инсулиновая помпа, а о Никите слуховые аппараты. Напомним их историей. Мы как-то находим между собой, то есть я где-то посмотрела на него, он уже все понял. То есть вот так вот. Никита не говорит, все выражает эмоциями. Он улыбается и смеется, а еще мечтает стать художником. Проблема со слухом у мальчика с самого детства. Сегодня общаться он может только в детстве. В 2008 году родился такой замечательный малыш. До двух лет все было хорошо. Не могу сказать, чтобы он там сильно болел, что, знаете, там антибиотики, может, повлияли, или какие-то препараты. Все было хорошо. Около двух лет мы обратили внимание на то, что ребенок никак не реагирует. И, соответственно, нет речи. То есть в таком возрасте уже ребенок и мама, и папа, и стихи читает. Здесь ничего нет. После полного обследования на приеме у сурдолога им сообщили диагноз – двусторонняя нейросенсорная глухота. Очень тяжело. Я после того, как узнала, я вообще, я просто скорая от меня не уезжала. У меня постоянно было давление. Постоянно. Потом я уже как бы взяла себя в руки, потому что понимаю, ну что, что уже сделаешь? Ничего. То есть нужно как-то с этим жить, как-то бороться. Слуховые аппараты, выданные государством при Украине, как выяснилось спустя пять лет, никак не улучшили слух ребенка. Напротив, по ошибке врачей, в аппаратах неверной модификации он вообще ничего не слышал. Нам вообще изначально не нужны были. То есть нам вот так вот неправильно подобрали их. Слуховые аппараты, да. И мы, считайте, потеряли пять лет. Хотя я всем говорила, что мне кажется, что он на голое ухо слышит лучше. Рисунки и конструктор – то, что занимает его, не дает скучать. Иногда к процессу подключается мама. Вместе они ненадолго забывают, что для общения не хватает слов. Говорят одни глаза. Он рисует, он очень хорошо, у него получается дом, обязательно с трубы должен идти дым. Да. И вот нарисует там каких-то кактусов и показывает, что это папа, мама и он. Но если это машина, то обязательно тоже дым с трубы должен идти. Моему сыну нужны хорошие, супермощные цифровые аппараты. Потому что сейчас такие цены, а речи нет. Поэтому за счет этих аппаратов, я думаю, что появится речь. Хотя бы первое слово – мама. Я хочу помпу. Про диабет маленькая Лера Конюк знает очень много. Эта болезнь полностью изменила ее детство. Три года назад в семье узнали, что значит жить по часам, полностью придерживаясь графика. И как это, когда жизнь ребенка зависит от уколов и постоянных измерений сахара. Самый первый анализ у нас был около 11. Это вот первый за сутки, пока нас тут же оставили в больнице. Тут же начали созваниваться с эндокринным отделением в Симферополе. Буквально на следующий день. То есть за сутки, пока все вот это решилось, нас на скорой отправили в больницу. К тому времени, как мы приехали в Симферополь в больницу, у нас сахар был уже 24. Но и это не предел. Сахар доходил до 34. Просто чудом удалось избежать реанимации. Сахарный диабет первого типа, глобильное течение, то есть нестабильность сахаров. Диагноз, который остановил привычную жизнь. Мы живем по часам, в принципе. У нас получается завтрак, в определенное время завтрак. Через 2 часа перекус. Еще через 2 часа обед, через 2-2,5 обед. То есть как бы график, режим, питание, диета. Лера смелая для своих лет. Сама без помощи родителей делает 4 укола в день. Каждые 2 часа прокалывает палец. Показатель снова высокий. Это никого не удивляет. В последнее время сахар крайне нестабилен. В принципе, она очень ответственный ребенок. Я иногда на нее смотрю, меня как бы это безумно удивляет, насколько ей 6 лет. Она относится очень к многим вещам. Она недавно задала мне вопрос такой. Вот у нас есть, у нее она очень часто называет, говорит, почему я диабет? Почему? То есть она не говорит, почему у меня сахарный диабет. Она говорит, а почему я диабет? А вот если бы я не была диабетом, там или это, а недавно она мне говорит, ой, мамочка, говорит, я, нет, в принципе, говорит, меня, ну, как бы не напрягает, вот, ну, это я уже своими словами, то, что вот я диабет. Ну, вот если бы не надо было колоть уколы. Я хочу выговорить. Мы рады сообщить, что с вашей помощью удалось собрать нужную сумму на лечение для Ромы Зверковского из Симферополя. Родители ребенка благодарят каждого из вас, а мы напоминаем историю мальчика. Ромчику нет еще и двух лет, но он не перестает удивлять своих родителей невероятной недетской силой и мужеством. Этот малыш уже прошел через многое. Он борется наравне со взрослыми за будущее и здоровую жизнь. Как это происходит? Кто там наверху выбирает, кому быть здоровым, а кому нет? Наташа устала себя спрашивать. Сегодня нужно просто жить и не сдаваться ради сына. Вера в него. Я смотрю на него, я не вижу его каким-то не таким ребенком. Я вижу его здоровым, хорошим, красивым мальчиком. Никаких проблем во время беременности не было. Все шло отлично. Рядом с ней в родзале в тот день были муж и сестра. Но крика своего сына Наташа так и не услышала. Рома не задышал. И тут все. И тут сердце в пятки убежало. Стало страшно, потому что нам даже не говорили, выживет он или нет. Они крестили его на второй день в больнице. Надежда, вера и силы всех, кто поддерживал Ромчика в тот момент, должны были помочь. Предлагали его оставить. Говорят, смысла нет. Вы же видите, ничего не получится. Это будет лежачий ребенок. Он не будет ничего не понимать, не с вами общаться. Ну, лучше его оставить. Родите себя еще. Вы молодые. Как оставить? Как можно забыть этот взгляд из сына, который есть в твое сердце? Чего бы это ни стоило? Они должны победить. Я себе дала такую установку, что я не могу стоять, плакать перед ним, говорить, думать, как все плохо. Я стояла, я ему рассказывала, что он самый сильный, он самый здоровый и что у него все получится. Ее история одна из тысячи. В ней было много слез, нечеловеческого отчаяния и боли. Сейчас же она запретила себе даже думать, что у них ничего не получится. Ее сын самый сильный, он боец. Просто нужно время и помощь. Все-таки я оформила все документы, чтобы поехать по Квоте, поехать в Москву, в клинику. Вы поехали? Мы поехали. И вот там нас полностью обследовали, полностью взяли все анализы. Нам там массажи, ЛФК. Вот там меня научили делать терапию по Войта, которая очень нам помогла. После Москвы Рома стал улыбаться, научился лежать на животике, поднимать голову. Сегодня он даже пытается остановиться на четвереньке и пусть пять секунд, но сидеть. Это его главные победы. Он не может сам самостоятельно садиться, он не может переворачиваться, он не может вставать, стоять он не может, ходить не может. Хотя уже по возрасту он уже должен начинать ходить. Наверное, уже должен говорить какие-то, ну, ма, па, ба. Ну, пока только гули. Боженька, помоги тебе, Ромчик, будь без здоров. Его двоюродная сестричка Аня каждый день просит Боженьку, чтобы Ромчик выздоровел. Малышка уверена, что с ее помощью у братика все получится. Я хочу, чтобы он был здоров и, ну, и в дальнейшем, если он будет здоров, он будет счастлив. Самое главное в жизни, мы уже поняли, это здоровье. Если вашему ребенку нужна помощь, обращайтесь по телефону Бюро Росфонда в Республике Крым. Плюс семь девятьсот семьдесят восемь, ноль двадцать восемь, двадцать девять тридцать три.